Дорогие друзья, у нас с вами новый стрим, который, как и все предыдущие, будет посвящен осмыслению событий недавнего прошлого. У нас сейчас многое происходит и еще больше закладывается на уровне каких-то неких сценариев, которые только в последствии могут реализоваться. Вот давайте мы в них будем разбираться, и что они нам сулят, также мы можем предположить. Итак, Юпитер пошел в знак Чельца, и мы можем воочию теперь узнать, все ли позволено Юпитеру, потому что есть пословица такая древнеримская, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Сейчас в течение года нам предстоит эту пословицу на себе как раз проверить на событиях, которые в скорости могут возникнуть. А сегодня, 18 мая, Юпитер вступил в точную квадратуру с Плутоном. Об этом посмотрите мой ролик на параллельном канале Института Павла Глобы. Там будет вот достаточно подробно описано, что же нам действительно от этих событий космических ожидать. Наступает новолуние, это будет буквально завтра, поэтому по-новому нужно какие-то планы свои выстраивать. И сейчас вот как раз хорошее время для завершения событий прошлого. Ну это так, общая информация о космических констилляциях. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас было в течение ближайших вот нескольких дней. Ну вот продолжаются аварии, катастрофы. Вот в Крыму сошел с рельсом грузовой поезд как раз накануне. Все связано с вступлением Юпитера в Телец. Надо сказать, что как раз Крым когда-то назывался Тавридой. Таврида это земля ТПК или земля Тельца. И с точки зрения такого космического символизма это не очень благоприятный знак для данного полуострова. И в общем-то реализоваться это может через полгода вблизи следующего солнечного затмения, которое будет в октябре месяце этого года. Ну посмотрим, дай бог, чтобы все удалось предотвратить. Какие-то негативные события, которые вот надвигаются на нас. Ну а я хотел бы ответить, дорогие друзья, вам на некоторые ваши вопросы. Во-первых, большое вам спасибо за то, что вы их пишете. Огромное количество комментариев присылаете. И с большей благодарностью. И мне очень важно нанести до людей, на мой взгляд, очень интересные такие вот комментарии, которые действительно могут иметь место. Тем более, что многие из них, те прогнозы, которые я уже вам озвучил, они реализовались. В частности по Турции мне пишите, что вы точно определили события, которые имели место в Турции. Ну в данном случае это первый тур выборов. Я и сказал, что это будет первый тур. Это же не ясновидение, это же не, так сказать, какой-то инсайд, прозрение. Это все следствие анализа космических констилляций и сопоставлений с реальностью. На основе методов авистийской астрологии. А эти методы я лично разрабатывал в течение 47 лет. Так что, дорогие друзья, это все, в общем-то, действительно методика, которую может пользоваться любой человек. Правда, при этом нужно ссылаться на авторство. Все-таки есть таблица Менделеева, а не какого-нибудь другого человека. Есть, скажем, закон Ньютона или Эйнштейна, а тоже невозможно его приписать себе, потому что есть авторство. Также есть авторство этих методик, поэтому прошу об этом не забывать. Теперь пройдемся по некоторым вашим вопросам. Вот есть люди, которые пишут до сих пор еще комментарии к моему вот этому четверостише, который я озвучил. Оно было опубликовано в календаре на нынешний год, год Павлина, наступивший по древнеперсидскому циклу 21 марта. Многие из вас присылают комментарии и попытки толкования четверостише. Вот я уже говорил о том, что я их все отслеживаю. И в следующий раз, дорогие друзья, я постараюсь вам зачитать как раз наиболее интересный ваш комментарий. И тот, кто выиграл этот конкурс, он получит меня, как я уже говорил, с дарственной надписью этот самый календарь. Теперь давайте пройдемся по некоторым вашим вопросам. Вот их очень много, и большинство из них просто пожелания. Вам большое спасибо за то, что вы пишете и продолжаете писать. Поддерживайте канал наш, и не только этот, а еще и параллельный канал, и все, вот Павла Глоба. Там очень много действительно для вас информации. Кстати, дорогие друзья, еще смотрите предыдущие стримы, потому что там очень много как раз ответов озвучено мной. Раньше еще эти ответы, другие комментарии, сходные с вашими, я о них говорил. Например, вот, пожалуйста, вот пишут мне несколько комментариев о Тунисе. Говорят, в десятый раз задаю вопросы о Тунисе, вы никак не отвечаете. Ну, что я могу вам сказать о Тунисе, я несколько раз в разных стримах, смотрите, просто предыдущие стримы. И за прошлый год, например, я о нем говорил о Тунисе, о том, что замечательная страна, когда мне приходилось там бывать. Страна древнего Карфагена, описанная многими в литературе и в истории. И Карфаген должен быть разрушен, как еще в Риме говорил, приписано в арку порцию Катону Старшему. Ну и так далее, и тому подобное. Последний раз Тунис, я уже говорил о том, что какие там события будут, но напоминаю, что Тунис, как республика, был основан 25 июля 1957 года. И вот я предположил, что под Заком Льва, причем, действительно, яркая страна и спрятеет здесь большое. Когда-то ведь был действительно центром Южного Средиземноморья, собственно говоря, сохранилась память о Карфагене. До сих пор геометическая память о Карфагене сохранилась там. Так что не зря он был связан со Заком Льва. Но в ближайшее время там, вот я могу сказать, в этом году он переживает, особенно до конца августа, довольно-таки тяжелый период. Хотя и слава тебе, Господи, что он умиротворен и, так сказать, уравновешен другими позитивными показателями. Но все равно Большой Крест, так называемый, в гороскопе этого Карфагена, взрывоопасная очень обстановка, связанная еще и с Черной Луной, которая проходит по Знаку Льва. То есть там находится под очень сильным искушением. Дай бог, чтобы он это прошел через это. И Сатурн, планета испытаний по Черной Луне. То есть, в общем, и где-то в июне, в июле есть опасность ползания его к какому-то вот фундаментализму в Тунисе. Дай бог, чтобы там не было повторение тех событий, которые имели место в 2011 году. Именно с Туниса началась арабская весна в свое время. Ну и если все это до конца мастерсосется, тогда вот в 2025 году это тоже такая возможность существует. Дай бог, чтобы там ничего страшного, тяжелого больше не происходило. Это я ответил вам о Тунисе. Вот, и далее так вот, смотрите, благодарят Люке и очень много. Спасибо большое за ваши прогнозы по Турции. В Турции все сбылось, как вы сказали. Но я же еще раз говорю, что это потому, что методика была применена, в общем, та самая, которая действительно работает. Вот, еще Виктория некая. Все четко и познавать. Но с Крымом, судя по комментариям, мы всех напугали. Одни с перепугу решили, что Крым отойдет Израилю. Ну, я об этом не говорил. Я говорил, что Израиль, так же, как и Крым, последнее в этом основании государства Израиль было связано со знаком Тельца. Крым это все-таки Таврида, земля быка как раз. Другие были напуганы украинской Чечни. Про украинскую Чечню я говорил еще очень давно, задолго до событий Евромайдана. И вот когда я говорил, что Крым для Украины станет украинской Чечнёю, это более прогноз о судьбе Крыма. Я о них говорил как раз многократно в разных стримах, поэтому следите за этим. Пока там ничего дурного не будет, кроме того, что в этом году может произойти вблизи затмений. Уже следующих затмений это в октябре, в ноябре нынешнего года. Чуть позже, поблизости от этих событий, я постараюсь вам об этом, дорогие друзья, рассказать. Теперь, значит, большое спасибо за ваш труд и внимание к исторической памяти. Вы понимаете, что я рассказываю о разных известных людях, об их юбилеях. Буду продолжать заниматься дальше, несмотря на то, что, в общем-то, некоторым говорят, давайте вы нам больше о каких-то конкретных событиях. А это и есть конкретные события. Память наша — это конкретные события. Я ведь не только говорю о том, что тот когда-то родился и каким он обладал там характером, и какой жизни был событийный ряд. Я говорю еще о том, какие круги по воде его жизнь вызвала, как круги по воде, вот так же его жизнь. Некие циклические закономерности, скажем, смогла у некоторых людей родить, и события в их жизни, которые они заложили в своей биографии, они могут повторяться. И я, исходя из метода, не просто исторические аналогии, а из метода еще есть разработанная у меня теория матрицы. Я предполагаю некую преемственность событий их биографии и накладываю туда те события, которые мы с вами все проходим. И в том числе и сейчас, и будем еще проходить впоследствии. Так что это не просто биографии, это биографии с заделом и с посылом в будущее. Я предполагаю, что они нам, эти известные люди, не просто своей жизнью предрекли, и тогда это может произойти. То, что, в общем-то, они закодировали своей биографией. Даже если они о том совершенно ничего не ведали. Хочу задать вопрос о судьбе города-героя Одессы. Заранее благодарю тоже смотреть мои стримы. Одесса, как я уже говорил неоднократно, была основана по прогнозу астролога одного итальянского, Тринчинь. И он сказал, что Одесса никогда не будет разрушена, предполагая, что она будет основана в тот самый день, который он подобрал для адмирала Дорибусу. И он, послушавшись с его, действительно это сделал. Вот 200 с лишним лет Одесса стоит, и она не была никогда разрушена. И я надеюсь, что так оно будет и дальше. Смотрите мои стримы, там есть по Одессе прогнозы. Еще пишет мне Рахмет за все ваши прогнозы, и особенно за Казахстан. И вам, Рахмет, смотрим, слушаем, очень уважаем вас. Спасибо вам большое, и вас также. Вам тоже, Рахмет, и уважение. Так, спасибо за ваш труд и так далее. Вот, всегда с интересом слушаем за разнообразие и нетривиальный подход. Вот, скажите, а роснутся ли военные конфликты Байконура? Байконур, да, счастливая долина, как-то вот один из переводов, может быть, я и не совсем точно с казахского перевожу, но это такая официальная версия. Другой перевод этого слова, Байконур, это богатая долина, возможно, второй более точный. Вот тут такая Алиса Кей интересуется. 2 июня день рождения космодрома Байконура и графа Калиостро. Есть ли какая-то связь между ними? Ну, официально, конечно, Байконур действительно был основан 2 июня, это официальная его дата. Кстати, у графа Калиостро тоже есть две даты. По одной 2 июня, по другой 8. Вот такую вот связь между ними искать, ну, знаете, это слишком натянутая, потому что Калиостро, он никогда не был в казахских степях. Вот если бы он там был, проехался бы там на верблюде и что-то там еще бы и спел, может быть, ну, тогда, может быть, была бы какая-то связь, а он там никогда не был. Вообще, чисто европеец. Это раз, во-вторых, у Байконуры есть еще вторая дата, это 5 мая, вот она, кстати, более интересная. А 2 июня это официальное открытие. Вот там строится, и все, даже ракеты туда уже подвезли. И это было как раз 5 мая. И вот интересно, 5 мая в этом году было затмение. Так что в течение года, вполне вероятно, на Байконуре могут происходить какие-то вот аварийные ситуации. Внештатные аварийные ситуации, особенно вблизи следующего. Затмение это будет по октябре месяца. Еще, возможно, в январе и феврале месяца следующего года. Вот в январе это где-то вторая половина января, а в феврале это где-то вот 2 до 10 февраля. И скандалы там вокруг тоже могут быть. И дай бог, чтобы это все как-то было эвилировать или нейтрализовать. Это вот о Байконуре я хотел вам сказать. А так с Байконуром, конечно, много интересного. К сожалению, там аварии могут быть, потому что он был основан еще и под так называемым разрушительным градусом. Сатурн был в 19-м разрушительном градусе Скорпиона, а сейчас там в этом же градусе находится еще и открытая прозерпина, которую учитывают только в вистейской астрологии. Ну вот это вот по Байконуре могу сказать. Теперь, значит, вопрос об Карабахе или Арцахе, как мне пишет Карина Арц. Вот я уже тоже, извините, дорогие друзья, еще раз хочу повторить, что я многократно уже говорил вам о том, что многие вот ответы на ваш вопрос я раньше уже озвучивал. И вот о Марцахе, когда там были проблемы с Азербайджаном, там была военная обстановка, я вот все это озвучивал неоднократно. Посмотрите мои стримы более ранние, прошлогодние, и даже в этом году, в начале года, и вы можете там это увидеть. Если вам будет непонятно, можете задать вопрос еще раз. Да, он был основан 2 сентября 1991 года, и мы исполняемся в этом году 32 года. То есть по персидскому циклу сейчас возвращение того же календарного изначального основания. Он был основан год Павлина, так же, как и многие государства, в том числе и Российская Федерация, которые получили свое новейшее рождение после распада Советского Союза. И я уже говорил о том, что там могут быть повторения того, что там было военным конфликтом. Это может быть как раз в этом году, в конце года, и в следующем году еще где-то в конце весны, в начале лета. Я говорил об этом, и дай бог, чтобы это можно было как-то нивелировать. Ну, в общем-то, это действительно страна очень интересная. Я там один раз только был, очень давно еще, в конце 70-х годов. Ну, в общем, прекрасное и наискорное незабываемое зрелище, могу сказать. И люди, проживающие там, прекрасные, гостеприимные. Вот, вы знаете, с самым вот им уважением. И если они меня некоторые меня помнят еще, и, конечно, вот большой пример. Следующая пишет мне, что вы скажете о президенте Украины Зеленском, который получил премию Карла Великого и уронил ее в осенье на пол. Вот такое вот было сообщение. Действительно, это было, имело место. 14 мая президент Владимир Зеленский, ну, про него многократно мне уже приходилось говорить, еще и раньше, в прошлом году. Действительно, эту вот премию Карла Великого в 14 мая уронил. Что у него там было и будет ли это для него или для Украины каким-нибудь страшным знаком символическим. Ну, могу сказать, что сигары иногда бывают сигары, говорил Фройд. А премия, так сказать, знак Карла Великого тоже может быть только знаком таким. Ничего не происходит. Если, конечно, это не совпадает с какими-то циклическими закономерами, которые очень важны. Ну, вот что было у Зеленского в это время? У нее только луна проходила по зениту. Да, вот если луна в зените, это может быть действительно проблемой. Луна у нее была в зените. Это во время того, как он это все 14 мая уронил. И противофаза к собственной луне. Так что, действительно, некоторые его поступки свидетельствуют о том, что могут, скажем, вызвать отторжение собственного народа. Потому что луна связана всегда с народом. Для правителя народ как раз в его карте связан как раз с луной. Так что это может иметь место быть. Плюс черная луна, которая вблизи от его луны сейчас проходит. Ну, это так, только общие такие наметки и указания. Я думаю, что этого недостаточно для того, чтобы делать какой-то вывод о том, что этот знак, от которого невозможно никак освободиться. Будут там еще другие у него проблемы. В то время, когда Плутон, дальняя планета, будет проходить его Солнце. Это будет год через два-три только. Ну, это вот посмотрим, поживем, увидим. А пока сигара является сигарой, а премиум ураденна является премией. Единственное, что можно сказать, что, конечно, Европа вряд ли его примет. Ну, это вот, как бы, так сказать, общие такие знаки и указания. Ничего не могу сказать про его ни плохого, ни хорошего. И если там комментировать его гороскоп, то у него соединение Юпитера, звезды королей, связанной с властью, вместе с черной луной. Поэтому власть у него это обольщение. Такое же соединение Юпитера с черной луной, правда, в другом знаке было и у Степана Бандеры, который сейчас на Украине является одним из таких вот знаковых персон, чуть ли не героем. Не герой, конечно, естественно, там слишком преувеличено, естественно, народ на Украине разный. Я считаю, что это народ достойный, конечно, лучшей жизни, и поэтому у меня там и родственники есть, и папа оттуда. Но, тем не менее, вот это вот некое сходство, взаимосвязь, конечно, не увидеть нельзя. А так мы будем смотреть на гороскоп Зеленского и дальше, что это было. Дальше, следующее. Еще один Николай Прокофьев пишет мне, что истыковочка. Основатель Чивакова, я как говорил, про Пригожина. Это Уткин, а не Пригожин. Ну да, и был такой Дмитрий Уткин, он, по-моему, живой до сих пор, подполковник групп, у которого был позывной Вагнер, и, в общем, с него все это началось. Но сейчас это все связано с Пригожиным, его сейчас позиционируют как лидера этого ЧВК. Да, Уткин интересный гороскоп, думаю, что он еще каким-то образом всплывет. Фамилия у него такая вот достаточно интересная, так же, если это не псевдоним. И он родился как и Пригожин, но что интересно, родился он как и Пригожин под знаком близнецы. Пригожин первого, а он 11 июня. Правда, годы разные, но, тем не менее, все равно, видимо, это и МЧВК, который вот так очень мобильный и, так сказать, перемещается в углове НИОКа, на разных территориях, действительно, суждено было иметь лидером, рожденного под знаком близнецы. Что это очень действительно как-то стыкуется друг с другом. Еще такой вопрос, что можно сказать об Иване Атраковском, о Пригожине Атраковском. О Пригожине я уже говорил, смотрите мои стримы, неоднократно высказывался. Иван Атраковский, такой капитан, про которого сейчас говорят, что он будет выставляться в президента Российской Федерации. Стоит ли им верить? О Пригожине Атраковском, про Пригожину я вам сказал. О Иване Атраковске, да. Я посмотрел его дату рождения, родился по знаком близнецы. Вот интересно, что очень много сейчас близнецов у нас заметны в ближайшее время. Он действительно говорит очень много интересного и правдивого. Действительно хочется в это, очень хочется верить. Очень хочется верить, и действительно производит он впечатление очень честного человека, который болеет за Россию, болеет за мир, за людей. Вот если посмотреть его космограмму, к сожалению, неизвестно время его рождения. Родился под знаком близнецов, да, у него выражен верхний зодиак, он очень необычный человек, особенно знак кита, созвездия кита. То есть есть возможность подняться вот во время какого-то распада, развала, и для него хорошее время для подъема. Если он только не увлечется этим, будет все очень замечательно. То, что он сейчас является в действующей армии, а все так или иначе представляет действующую армию, ему надо быть очень осторожным, потому что у него черная луна в знаке Омбра. Так, по другим показателям у него все очень хорошо и замечательно. Белая луна очень сильная, и в следующем году у него будет как раз вот обращение Юпитера в начале следующего года, так что дай бог, чтобы вот действительно он был до конца, то, что он говорит, то и делал. Ну вот, дорогие друзья, это пока все по вашим вопросам. Вот теперь мне хотелось бы сказать о датах, которые, как я всегда буду говорить о датах, потому что это очень важно. Нам нужно обязательно вот эту связь нашу с прошлым не забывать. Почему? Чтобы мы не рисковали повторить ошибки этого прошлого. Мы научились на опыте других людей и вот смогли бы безошибочно проходить все вот эти берегущие испытания. Итак, вот 20 мая по старому стилю исполняется 525 лет с того дня, когда Европа открыла Индию. Это было в 1498 году. Напоминаю из учебников истории, что это было во время путешествия в Аскадагамы, которое спонсировал король Португалии Мануэль I. Итак, за два года с 1497 по 1499 год экспедиция, которая была послана королем Мануэлем I, достигла своей цели. Не совсем, конечно, потому что те амбициозные задачи, которые были поставлены, они выполнены так и не были. Но, тем не менее, Индия была, по сути, открыта. Вот с этого времени можно было действительно говорить о том, что наконец-то прорыв туда, на восток, состоялся. А основная цель, которую ставили себе не только португальцы, а вообще все европейцы, это было, в общем-то, не только золото. Вот ради золота земель пока еще не ставили такой цели. Самая главная была цель – это пряности. Их не было в Европе, их завозили издалека. И вот с тех пор, как Оспанская империя, Турецкая, перекрыла все эти пути на поставки в Европу пряностей, корицы, гвоздики и перца, пришлось искать новые пути. Европейцы в этом плане, люди московитые, и сумели все-таки обойти таможенные все барьеры и открытие. Испанцы открыли при помощи Колумба, открыли Вест-Индию, то есть Америку, а португальцы – Ост-Индию. Вот с этого момента Индия стала открываться. Открытие было сделано при помощи известнейшего тогда персонажа Васко-Дагабы. Он был еще тогда не старый человек, он еще потом один раз туда отправится. И Васко-Дагаба, который обладал таким тяжелым, крутым и очень таким мстительным характером, он действительно человек неслабый и очень сильный. Сумел достичь, по крайней мере, каких-то целей, не всех целей, но многие цели поставлены перед экспедицией. И, по крайней мере, вот эту дорогу он туда проложил, в Индию, торговую дорогу, но потом Индия стала открываться. И вот что мы видим в этом гороскопе, очень интересное. Гороскоп действительно, во-первых, достаточно тяжелым обстоятельством было то, что это был 29-й лунный день. То есть это сатанинский день лунного календаря, поэтому отношения уже сразу могли быть подпорчены. Юпитер был в соединении с Нептуном и с заходящим узлом. Тоже интересная констелляция, редкая достаточно констелляция, которая свидетельствует о том, что вообще-то вот Нептун, владыка еще и морских путешествий. Юпитер символ власти, который находится в угнетенном положении в Козероге. И, в общем, действительно здесь, возможно, еще и в сочетании с другими показателями, есть такое показание о том, что такая экспансия, европейская экспансия в Индию с целью ее покорения. И унижение ее власти, что потом и было достигнуто. Ну и многие другие показатели. Черная и белая луна, которые находятся вблизи друг друга в знаке Овна, тоже говорящие об экспансии. Говорят о том, что спутаны понятия добра и зла, которые будут связаны со взаимоотношениями между Европой и Востоком, в том числе и Индии, или Ост-Индии, как ее называли. Многие другие показатели, которые постоянно возобновляются. Кстати говоря, по этому гороскопу видно и в дальнейшем английское владычество, потому что здесь знак весов выражен. И потом и американское здесь влияние Америки еще тогда не было. Американское поле уже в этом гороскопе было. Так что очень многое здесь можно увидеть. И в дальнейшем можно сказать, что Индия полностью отойдет, исходя из этого гороскопа и приложения на него различных констилляций планетных. Индия полностью отойдет от европейской цивилизации и будет, скорее всего, привыкать к другим цивилизационным истокам, особенно к тем странам, которым предстоит в дальнейшем играть очень большую роль в нашей цивилизации. В частности, здесь есть еще связь с так называемым русским полем, где находится Уран, как раз в русском поле. Вот, возможно, там будет находиться Плутон, а это вот конец 30-х годов нынешнего столетия. Индия вполне вероятно может вступить в реальный союз в будущем с Россией, отойдя от британского СНС и от других вот своих договорных обязательств с иными государствами нынешнего мира. Ну, это вот, как бы, так сказать, некий прогноз на будущее об Индии. Это очень интересный, действительно, вот гороскоп, который следует изучать. И, как и многое другое, следует переосмыслить все наше культурное наследие, все наше прошлое, потому что в этом как раз залог к тому, что мы не будем повторять ошибок, и что мы действительно будем гораздо богаче, культурнее, интеллектуальнее, и нас труднее будет заставить во что-то поверить. Самое главное – находить до всего своим собственным умом. Очень нам пригодится в ближайшее время. Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и, конечно, до новых встреч.